привет ребята прошлом видео я поделился с вами информацией о том что я ушел с завода на котором проработал в общей сложности полтора года ну конечно было бы глупо просто уходить оттуда просто под из-за своих амбиций конечно нет не так все просто я просто нашел другую работу получше небольшое лирическое отступление вообще по жизни у меня два хобби первое увлечение это ремонт электроники электронных приборов второе это программирование но программированием я не так уж давно начал заниматься так лет наверное 10 назад в общем опыта у меня в этом деле немножко поменьше но все равно очень нравится ну вот я подумал раз с первым хобби у меня здесь как-то не задалось может получится вторым и я стал узнавать об этом об этой теме все больше и больше и оказалось что в германии иметь образование если ты программист вообще айтишник в принципе не обязательно то есть далеко не каждая фирма требует обязательного образования и по этой профессии можно устроиться на нормальную работу без этих вот без немецкой это бюрократии ну вот как-то в один прекрасный день ириша жена мы случайно нашла в фейсбуке объявление о том что требуется в программист там в какую-то фирму как не хочешь попробовать а я тогда уже был полном расстройстве я уже не хотел совсем работать больше на заводе я подумал блин почему нет давай попробуем что я теряю я написал какой-то резюме вообще так в двух словах на себе отправил туда они отозвались когда давай приходи на собеседование я был удивлен я написал что у меня плохо с немецким что мне нет немецкого образования но написал что у меня есть опыт в этом деле есть знания и умения они когда приходи на собеседование мы решим что с тобой делать и вот я когда пришел они меня уже ждали меня провели в комнату для переговоров на столе на моем месте где я должен сидеть уже лежала бумажка с моим именем написано добро пожаловать александр там рада тебя видеть в общем приятно было я был удивлен так ну прошел это собеседование конечно тяжело мне это далось на русском языке это было бы легко конечно в общем на собеседование они спрашивали там что умею что делал где работал потом я сказал что я еще еще работаю я бы не хотел так просто увольняться оттуда не знаю что меня точно возьмут на новую работу они кажут ну давай придешь пару дней после работы там на часик-два мы проверим что ты умеешь что ты знаешь дадим тебе точный ответ ну я по приходил пару дней мне давали задания там написать там веб-страницу были задания по работе с базой данных там придумывание каких-то алгоритмов чего-то в общем я справился с этими заданиями они сказали все мы очень ждем тебя нам не важно что не знаешь немецкий мы тебя научим в принципе чтобы объяснить тебе что делать ты так понимаешь у тебя в принципе достаточно немецкого так что приходи конечно я побежал на завод на следующий день сразу же уволился мне сказали что я еще обязан месяц отрабатывать просто здесь такие правила этот месяц как раз выпал что полмесяца у нас были выходные праздники то есть это было с 25 декабря по 7 января эти две недели дни рабочие дни получается и полмесяца он был в отпуске потом где-то почти неделю болел в общем отработала там где-то неделю и со спокойной душой ушел на новую работу ура ребята я стал программистом в германии это очень круто я вообще я до сих пор сам себе не верю но как вы понимаете сейчас уже март то есть я там работу уже два месяца могу сказать что работа мне очень нравится я этой работе тоже нравлюсь по крайней мере мне все говорят молодец хорошо так держать ну вот очень понравилось отношение сотрудников и начальника на новой работе в первый мой рабочий день официальный шеф предложил давай пойдем узким кругом отпразднуем твой первый рабочий день ну вот мы пошли с сотрудниками администрации и новой работы после какой-то барчик посидели покушали поговорили я был удивлен на заводе такого не делали никто не говорил даже добро пожаловать не то чтобы пойти отпраздновать ну сама работа какая что я там делаю фирма я не имею права рассказать чем занимается фирма но в общем-то фирме нужна программа программа для управления персоналом сотрудниками клиентами и всем подобным в общем эта программа уже большая частью написано уже сделано но чтобы улучшить функционал этой программы им нужен был свежий взгляд со стороны им нужен был еще как минимум один человек который сможет что-то исправить дополнить причесать улучшить и вот я этим занимаюсь это в приложении так называемая то есть программа которая работает в браузере моя работа заключается в том чтобы эту программу писать дополнять улучшать исправлять в принципе я это умею поэтому сложностей нету никаких вот работая в офисе центре города поэтому есть проблема с парковкой в центре города парковок бесплатных практически не бывает поэтому я езжу на машине до ближайшей парковки общественной этой парковки до моей работы где-то километр ходьбы ну и вот пока плохая погода я не предпочитаю ходить пешком поэтому я купил электросамокат которая показывала прошлых видео есть на нем потому как так быстрее получается и меньше меньше возможности промочить ноги пока дойдешь мне выделили кабинет конечно же я там ни один нахожусь в этом кабинете со мной находится еще один программист мы очень мало с ним разговариваем потому как языковой барьер конечно но в основном и некогда разговаривать потому что мы работаем так как работа интересная я работаю увлеченно в принципе даже не хочется заниматься какой-нибудь ерундой ну вот если кто-то к нам приходит с каким-то вопросом в наш кабинет никто никогда не заходит без стука все стучатся и ждут что кто-то ответил да заходите ну и все сотрудники обращаются ко мне на вы но не только ко мне конечно программистам и начальником до фирма наша маленькая поэтому особо плюшек у нас нету из бесплатного нам предоставляется кофе чай какао молоко там минералка это конечно все бесплатно в любых количествах каких хочется работаю с 8 до 5 час на обед работать из дома к сожалению нет возможности паузы у нас конечно не нормированы то есть ну сколько тебе нужно пауз только и делай никаких проблем есть там даже настольные игры типа типа настольного футбола там я не знаю как они называются было даже playstation есть диван можно полежать ну естественно компьютер интернет а то всегда перед тобой можешь пользоваться не только по работе на их в личных целях ну самое главное никто за тобой не следит никто тебе не ставит нормы сколько чего ты должен в день сделать насколько делаешь только и делаешь принципе там по нашему графику планом и и так сильно опережаем события так что даже мне сказали можешь немножко помедленнее работать по зарплате конечно же я не могу вам рассказать что к чему скажу только что это конечно же больше чем на заводе это конечно же больше чем я когда-либо в жизни где-либо получал если вам сильно интересно можете ради интереса погуглить примерную зарплату джуниор веб-разработчик джуниор это начинающий да я устраивался как начинающий потому что ну мне нет опыта которые могут доказать показать что я прям супер крутой и опытный так что да я начинающие в начале на начальной ступени то есть среди программистов у меня минимальная зарплата но среди рабочих по германии конечно она выше чем чем у рабочих ну подведя итоги не очень рад я очень счастлив что я поменял работу поменял профессию особенно и счастлив что я наконец-то вошел в сферу идти я очень давно мечтал об этом я совсем не ожидал что я это сделаю в германии но я если думал наверно народе нигде еще этим можно промышлять в общем для меня это полная неожиданность полное счастье полные штаны как говорится я буду продолжать развиваться в этом направлении в общем ребята желаю всем осуществление ваших планов и мечт пусть вам всем так же везет пусть у вас все будет классно всем спасибо за просмотр пока пока до новых встреч в следующей серии